Люди проще прощают чужую неправоту, нежели правоту. Привет, меня зовут Таша, и мы продолжаем путешествовать по моим книжным полочкам. Сегодня я посвящаю свое видео. Мифология. Сразу предупреждаю, гибельская страта отдельно, поэтому ее здесь не будет. Первое, что я хочу тебе показать, это... Вот такая коллекция книг, посвященная всем всем мифологиям. Заказывала в Книжном мире. Коллекция очень хорошая, собрание очень хорошее. Сейчас объясню, почему. Там нет просто деления на греческую мифологию, римскую мифологию. Нет, все гораздо подробнее. Взять ту же Древнюю Грецию, которая посвящена целой том. Здесь не просто греческие мифологии, я тебе зачитаю содержание. Так, Космос, Земля, Человечество. И пошли мифы. До Олимпа. То есть то, что было до богов Олимпа. Боги Олимпа. Герой и Геройка. И пошло по островам. Родос, Ким. Родос, Кипр и прочее. То есть у каждого острова была своя мифология. Фивы, Атика, Фракия. Потом отдельно идут подвиги Геракла. Конечно, куда без них Золотое Руно. Я обожаю Золотое Руно. Мне в детстве было посвящено. Отдельно посвящены мифы Трои и Троянской войне. Потом приключения Одиссея. Возвращение Герклиудов. Миф Платона об Атлантиде. Здесь даже есть. Ну и все такое. То есть все очень-очень подробно разложено по полочкам. У разных книг разные писатели. Специалисты в этой области. Соответственно, язык отличается. То есть увлекательно и не увлекательно. Поэтому как уж тебе повезет. И вот, кстати, чтобы еще раз подчеркнуть, все-таки как все-таки четко там разложено по полочкам. Вот, например, есть отдельно книга «Народы России». Есть отдельная книга «Славянская мифология». И раз уж мы заговорили о грехах, то, конечно же, я тебе покажу такую книгу. Автор Кун. Кун. Хауши. Писатель. «Легенды и мифы Древней Греции». Ну, здесь без комментариев. Все мы знакомы с подобными произведениями. Это очень достойно. Если интересуешься, то это та книга, которую я тебе рекомендую. Здесь также книга Владимира Шербакова «Асгорода. Город богов. История открытия». В свое время я ее не дочитала, даже до конца не смогла серить. Потому что автор пишет так как-то невкусно, неэппетитно, неувлекательно. Анотация книги говорит о том, что это документальная работа. Но когда начинаю считать, впечатление, что это писал Андрей Белянин. У него есть книга, где его герой попадает в Асгород. А, «Моя жена ведьма» называется. Попадает в Асгород. И вот что-то слегка-слегка напоминает. Просто манера подачи. Повторюсь, я ее даже дочитать не смогла. Также у меня здесь стоит тибетская книга «Мертвых». Ну, книга «Мертвых» — это книга «Мертвых». Соответственно, без комментариев. Вот этот чувак меня очень-очень восхищал в свое время. И по-прежнему я считаю его очень заслуженным человеком. Очень его уважаю. Это Эрнст Молдашев. Самые его знаменитые, наверное, так можно сказать, два тома. Это «Трагическое послание древних» и «Золотые пластины Харати». «В поисках города богов». Это «Тибетская гора Кайлас» или «Кайлас», я не знаю, как правильно произносится, честно. Это «Шамбала». Это вот все такое. Если ты еще не знакома с ним, то я настоятельно рекомендую хотя бы попробовать его почитать. В мифологии он у меня стоит, потому что все-таки тема его изысканий, она считается почему-то учеными мифической. Хотя на самом деле, вот я, например, нагула мнение. Ну, поехали. Книга вот такого толка. Она мне не особо нравится. Называется «Будда. Жизнь, учение, мысли, изучение, афоризмы». Как-то вот она меня... Я ее купила, потому что мое мировоззрение схоже с буддизмом. Я не буддистка, ну, просто очень похожа, правда. И мне было интересно познакомиться с этим направлением. Однако вот как-то она вот меня не поглотила, скажем так. Но книга хороша тем, что добрая половина книги посвящена извлечениям, афоризмам и мыслям, которые выражал сам Будда. И только вторая часть книги посвящена уже... Вот эти даже оглавления я читаю. Так. Жизнь, деяния, учение Сиддхартия Кутамы, прозванного в народе Буддой. Комментарии, примечания, экспликации, столкования. То есть, ну, вторая часть, она меня вообще... Убила своей неувлекательностью, скажем так. Поэтому именно вот... Я по-прежнему хочу почитать что-то... Кстати, посоветуй мне что-нибудь, что действительно хорошее про Будду. Но это не то. «Лужанка Артемиды». Автор у нас Оливия Кулич. Я не знаю, что она сделала, потому что это художественная книга, но очень-очень увлекательная. Она об... Древних мирах... Ой. Она о древних временах, когда Афины были не просто туристическим местечком, а процветающим городом. Советую. Еще одна книга, которая здесь стоит по ошибке, потому что она художественная. Она моя из самых любимых, посвящена Феодоре. Серия «Женщина-гендер». Автор у нас Пол Уэллман. То есть... Книга посвящена тому, как, скажем так, смягчим служанка Афродиты. Понимаешь, да, о чем я? Прошла путь от низов до и вверху. Из грязи в князе. В прямом смысле она стала женой Юстиниан. Обрела власть над Византией. Действительно потрясающая книга, я ее обожаю. Также здесь у меня стоят 100 великих чудес света. В мифологии она у меня стоит, потому что все-таки все эти чудеса, так или иначе, связаны именно с книгическими представлениями тех, кто сотворил, собственно, эти 100 великие чудеса света. Поэтому, наверное, здесь. Увлекательное издание, но, знаешь, это что-то написано в стиле шаркоформатных книг. Просто она не шаркоформатная. Я понятно выразилась. Из этой же серии 100 великих загадок Индии. Ну, по названию понятно. Рекомендуем, интересно. Воительницы. Самых прекрасных и самых бесстрашных. Автор Эдуард Де-Ля Бар. Дю Парк. Вот так выглядит книга. Она действительно о женщинах, которые достойны восхищения. Здесь, кстати, есть и вот ту девицу, которая послужила прототипом из знаменитого советского фильма «Гусарская баллада». То есть о женщинах подобного толка. Женщина подобного толка посвящена эта книга. Очень увлекательное чтиво. Понравится как феминисткам, так и просто женщинам. Я хочу показать тебе книги немножко детского формата. Это «Сокровища. Пропавшие и найденные». С шикарными иллюстрациями. Действительно детская книга, потому что она подана так, что как будто бы ребенок будет читать. Группный шрифт. Иллюстрации здесь больше, чем букв. И еще одна книга тоже из разряда таких немножко детских. «Амазония. Мифы и легенды». Купила я ее по одной простой причине. Я перепутала «Амазонию» с «Амазонками». Тот же детский формат. Последняя книга, которую я хочу тебе показать. Посвященная как-то мифологиям. Очень любопытное издание. «Царство флоры. Цветы и деревья в мифах и легендах». Книга посвящена тем или иным растениям. И вот именно как она отражена в мифах и легендах. Ну, в названии все отражено. Например, «Судьба розы». Здесь полный описывается мифы, в которых этот цветок занимает... Отражает себя, показывает себя как-то. Картины с изображениями. Вот, очень красиво. Это была последняя книга. Я надеюсь, тебе было интересно. Оставляй запросы. Постарайся выполнить. Интересного тебе захватывающего чтива. Пока! Продолжение следует...